здравствуйте ребята сегодняшний наш урок вы не найдете в учебнике сегодня мы его посвятим приближающемуся великому празднику дню победы в этом году как вы знаете исполняется 75 лет со дня этой славной даты и мы сегодня с вами будем тоже об этом говорить я хочу вас попросить набраться терпения и посмотреть презентацию до конца потому что на основе этого материала домашнее задание будет написать сочинение сочинение ну а заглавить потом как захотите но чтобы там и были какие-то строчки из стихотворения которые здесь встретятся и вообще на основу должен речь вот этот материал чтобы я видела что интернет что это не какие-то вспомогательные там у вас ресурсы а вот именно эта презентация и так значит день победы 9 мая уже близится все мы знаем какой была беспощадный и жестокая война началась она 22 июня 1941 года очень трогательные строчки стихотворений думаю вы их прочитаете мы этот урок посвящаем этой дате и это будет ваша дань памяти тем кто отдал свои жизни для того чтобы эта победа состоялась для того чтобы у вас было счастливое будущее чтобы вы могли учиться радоваться улыбаться здесь приведены слова гитлера который напутствовал своих солдат надеясь мечтая поработить всю европу и перед нападением на нашу страну он обращался к ним вот с такими словами итак на суше и на воде и в воздухе сразу со всех сторон враг обрушил свои силы на советский союз это было до 12 июня был мирный день никто не ожидал все живи своей жизнью мечтали строили планы но на рассвете все это было нарушено грохотом взрывов бомб которые падали с неба цель была чудовищная у гитлера фашизма уничтожить первое в мире социалистическое государство и стопить миллионы людей поработить народы советского союза и других стран это кадр документальный кадр когда люди вот первый раз услышали объявление о том что началась война сразу же от советское правительство обратилась к народу с заявлением которое звучало со всех радиоприемников по всей стране во всех городах тот самый длинный день в году срок безоблачной погоды нам выдал общую беду на всех на все четыре года она такой вдавила след и столик их наземь положила что 20 лет и 50 живым не верится что же но это был первый самый страшный день войны за ним было еще 1418 суровых тяжелейших дней великой отечественной войны четыре года долгих четыре года полыхали бои советский народ вел эту нелегкую войну эту борьбу с врагами это города список городов которые будут достоин звания город герой за мужество за двагу которые проявили борьбе с фашизмом особо трагическая страница в истории войны 41 45 года это облака до ленинграда когда 900 дней или оборону и не пускали врага в город и стоило тысяч жизней это была трагедия 27 миллионов советских людей погибла в той страшной войне этого на такая такой ценой была добыта это долгожданная победа лагеря смерти самая страшная страница в истории войны прочитайте эти страшные строчки и представьте какая-то была война какие были нечеловечные страдания 8 мая 1945 года в предместе берлина состоялась церемония подписания акт акта безоговорочной капитуляции фашистской германии то есть фашистская германия признавала факт того что она эта война ими проиграна они подписали официальный акт и с этой минуты весь мир облегченно вздохнул потому что это означало долгожданную победу созданные мирное время уже благодарный народ создал ряд мемориальных комплексов памятников есть во многих городах вот и все значит я надеюсь вы поняли я озвучила качали ваше домашнее задание что до ваших сочинений ваших мыслей нашего отношения чтобы я видела там ваши чувства вашу благодарность вашу память спасибо до свидания и что и и и и и